Привет, дорогие друзья! Больше трех месяцев мы с вами не виделись. Многие из моих подписчиков уже даже успели отписаться, не верят, что я буду выходить в эфир. Но тем не менее, мне очень приятно, что костяк моих зрителей остался, и они периодически в моем телеграм-канале спрашивали, когда уже я начну выходить в эфир в ютубе. Не хочу сглазить, но постараюсь выпускать видео регулярно. Слава богу, электричество уже выключать перестали. На вопрос, где я пропадал и почему так долго не выпускал видео, более детально как-нибудь расскажу на стриме. Там просто будет больше времени. Скажу лишь одно, что никуда из Украины я не уезжал и находился все это время здесь, на родине. А то одни мои зрители почему-то решили, что я уже нахожусь в США, другие решили, что меня уже СБУ запрессовало, и поэтому я испугался, не выхожу в эфир. Нет, это не так. Самые давние мои зрители и подписчики помнят, как после Майдана я не побоялся и выпустил целую серию видео под названием «Крысы Майдана», где детально рассказывал о деятельности тех наших политиков, которые использовал Майдан, благодаря наивности простых украинцев, пришли к власти с одной единственной целью – воровать, воровать и еще раз воровать. Героями тех видео стали уже забытые нами Пашинский, Яценюк, Аваков, Турчинов, Тягнебог, Казак-Гаврилюк и другие. К большому моему сожалению, сейчас у нас в Украине по большому счету ничего не поменялось. Чиновники из ближайшего окружения Зеленского продолжают заниматься тем же, чем ранее занималась команда бывшего президента Порошенко. Чему это все вспомнил? А к тому, что политика моего канала в дальнейшем не поменяется. И я буду рассказывать вам о крысах, которые завелись в нынешней власти. К большому моему сожалению, те надежды, которые и я, и многие украинцы возлагали на президента Зеленского, не оправдались. Так необходимых в стране реформ, изменений мы так и не увидели. А теперь еще случилось самое страшное – это война. И ничего не может быть страшнее гибели людей. Но о войне мы поговорим чуть позже. Вернемся к моему каналу. Я продолжу выкладывать свое видение происходящего в Украине. Конечно, я, как говорится, не буду претендовать на истину в первой инстанции. Но о тех безобразиях, о той коррупции в высших эшелонах власти я буду обязательно говорить. Нравится это кому-то или нет. И, как вы все понимаете, не зря слуги народа приняли закон о медиа. Основной целью которого является не дать возможность говорить правду независимым журналистам и блогерам. Хочу сразу ответить любителям и сторонникам выражения «зарасты на часе», «в краине и до вейна» и так далее. Я сразу после вторжения российских войск на территорию Украины выпустил видео и четко сказал, что я верю, что никому нас сломить не удастся. Я верю в победу Украины и я верю в вооруженные силы Украины. И тут двух мнений даже быть не может. И именно поэтому я против того, чтобы во время войны с подачи руководства Министерства обороны для наших военных закупали яйца по 17 гривен за штуку. И как бы потом не выкручивался министр обороны Резников, Государственная аудиторская служба подтвердила, что цена яиц в контрактах Минобороны была именно 17 гривен за штуку. Кстати, в Минобороны сейчас вылез еще один коррупционный скандал. Но об этом мы поговорим в следующем видео. Повторюсь, и это именно сейчас, во время войны. Вот о таких вещах я точно молчать не буду. Нравится это кому-то или нет? Да вы только посмотрите, что у нас сейчас творится. Открываешь любой новостной канал и волосы дыбом встают. Вот, например, пока правительство ищет, где взять деньги для госсектора, этот же госсектор готов раздавать миллиарды приближенной братве. Например, компания-оператор газотранспортной системы Украины в разгар войны готовится слить 2,5 миллиарда гривен Днепропетровской братве на закупку сварочных труб. Схема простая. Обсуждается поставка двухшовных труб, которые в три раза дешевле заявленных цен, и использование которых на магистральных газопроводах во всех развитых странах запрещено из соображений безопасности. Еще ребята рассматривают вариант заработать на поставке дешевых заграничных труб, которые будут выдавать как национальное производство. Конечно, уже по другим ценам. Представители Днепропетровской братвы, которая крышует бизнес труб большого диаметра, зачастили в офис оператора ГТС в последнее время. По отдельным сведениям, этих деятелей даже приглашали на официальное совещание. В данный момент условия тендера исключают возможность конкуренции и участия серьезных иностранных игроков. Поле защищает под Днепропетровских. В результате можем получить обогащение нужных людей, миллиардные потери бюджета и опасность разрушения самой ГТС Украины. Ключевые слова здесь – обогащение нужных людей и миллиардные потери бюджета. Вдумайтесь только. Миллиардные потери бюджета. А потом наш президент ездит по миру и выпрашивает эти миллиарды у европейских и американских властей. А мы возмущаемся. Как же так? Нас нужно поддерживать. И нам финансово нужно помогать. В свою очередь, те же республиканцы смотрят за всем этим безобразием, что у нас происходит, и не понимают, почему они должны тратить деньги своих американских налогоплательщиков на помощь Украине, когда чиновники в Украине разворовывают средства своих же налогоплательщиков. А о наших чиновниках нужно сказать вообще отдельно. Я не понимаю, почему президент не принимает никаких мер в этом вопросе. Украину покинуло около 8 миллионов жителей. Большая часть бизнеса закрылась. А об умничении штата чиновников почему-то молчат. Ведь вы понимаете, что такое украинский чиновник, особенно высшего звена. Особенно тот чиновник или руководитель госпредприятия, который купил себе должность. Вы, надеюсь, вспомните, как народный депутат «Ослуг народа» Геолерас выложил в сеть видео, в котором человек, похожий на родного брата главы офиса президента Ермака, продавал должности для чиновников и руководителей государственных предприятий. Вот приходит такой чиновник, купивший себе должность на работу, и он считает, что зарплату он должен получать само собой. Ведь он же пришел на работу, и свои 8 часов он в кабинете проведет. Это, как говорится, само собой, разумеется. Основная его задача заключается в другом. Надо придумать, как нужную схему замутить, чтобы денежки из бюджета стырить. Ведь он на покупку должности деньги потратил, а теперь их нужно не только вернуть, но и самое главное – заработать. И нужно спешить, ведь он не вечно пришел на эту должность, а именно на то время, пока работает его крыша. Вот чиновники и пилят бюджет, пока есть возможность. А вообще, если честно, мне это все так бесит. Идет война. Понимаете, эта война показала всему миру героизм украинского народа. Она показала героизм наших женщин, которые под обстрелами плели маскировочные сетки для наших ребят. Война показала готовность наших воинов сражаться до последнего. Эта война показала нам также сущность российского народа, который на 70% поддержал вторжение российских войск в Украину. Но эта война показала и обнажила другое, а именно коррупцию и воровство в нашем государстве. Более 30 лет бюджет был кормушкой для наших чиновников. И во время войны продолжает быть. А наша армия вообще была золотой жилой. Ее пилили и продавали. Продавали и пилили. Ну вот как-то так. Ну и, конечно, на моем канале мы с вами будем говорить о тех наших великих предсказателях и великих военных стратегах, которые предсказывали взятие Крыма весной и вообще скорость завершения войны в Украине. Одних уже, правда, с должностей и соответственность экранов телевизоров поперли. Я имею в виду Арестовича и Кирилла Тимошенко. Ну таким на замену. Сейчас прошли другие эксперты. Подоляк, Буданов. Вот давайте вспомним заявление Подоляка, которое он дал 4 месяца тому назад. Знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами через месяцев 6, вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, да, и я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам обязательно, я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым, свободным, да, Крым, а в это время оттуда уже уедут все русские. Ну что, друзья, осталось совсем немного, каких-то 2 месяца, и мы с вами сможем поехать в Ялту, и вместе с Подоляком попить кофе на Ялтинской набережной. Скорее всего, во сне, конечно. Ну а теперь давайте послушаем, что сказал начальник главного управления разведки Кирилл Буданов. Американский генерал сказал, что влитку Украина зайде в Крым. Ну, он же, давайте так, это сказал американский генерал. Это его собственная думка, он споряется на какие-то факты, которые известны ему. Я споряюсь на те факты, которые известны мне. Я считаю, что это все будет не влитку, а до конца весны. После зимы начнется завершение этого конфликта. Выходом на первом этапе, на админкордон, станом на 91-й год. Не боитесь прогнозы давать? Нет, не боюсь. Вы слышали, что он пообещал? К концу весны выходим на границы 91-го года и забираем Крым. Я вот, честно говоря, просто не понимаю. Но зачем они это делают? Ведь они не простые эксперты или политические обозреватели. Они люди из верхушки власти. Или может они нас просто не уважают? Вероятнее всего, они думают, что мы люди темные. Короче, можно обещать все, что угодно. А пипл все схавает. Главное пообещать. А дальше, что будет, то будет. Ну а теперь давайте я попробую ответить на вопрос, который даже в мое отсутствие на ютубе вы, дорогие мои зрители, задавали мне чаще всего. Одним словом, многих из вас интересует, когда, по моему мнению, закончится война в Украине. Постараюсь ответить, но так, коротко. Опять же, по моему мнению, война в этом году не закончится. Потому что для этого нет никаких предпосылок. Дай бог, чтобы она хотя бы в следующем году закончилась. Путин четко дал понять, что конечные цели не достигнуты, а это значит, что война будет продолжаться еще долго. Зеленский открыто заявляет, что за стол переговоров он не сядет ни при каких условиях. Что должно произойти, чтобы все закончилось? Это вопрос, скорее всего, к президенту России. Только я вас очень прошу, не слушайте заявлений нашего еще одного великого знатока, секретаря СНБО Данилова. Он в последнее время такой бред несет, что просто стыдно слушать. Ну и в заключении я хочу сказать следующее. Смотрите, друзья. Я сейчас регулярно веду свой телеграм-канал. И поэтому очень прошу вас на него подписаться. Ссылка будет внизу в описании под этим видео. Там вы сможете и вопросы мне задать, и там я постараюсь рассказать о своих ближайших планах. Конечно, я прекрасно понимаю, что из-за того, что я долго не выходил в эфир на Ютубе, сейчас у меня будут очень маленькие просмотры. К сожалению, алгоритм Ютуба работает так, что раз ты долго не выпускаешь видео, то Ютуб их не ранжирует и не продвигает. Ну а те, кто впервые зашел на мой канал, если видео вам понравилось, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Ну а на этом у меня пока все. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok